Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Вчера я выпустил видеоролик, в котором рассказывал, как на заправках автомобильных дурят, то есть делают коктейль, так называемый, шипучку я ее называю. Это когда воздух подмешивается, когда вспенивается сильно топливо. И многие мне в комментариях начали писать, что это все, конечно, ерунда, ну, каждый свое что-то пишет, что невозможно никак, что нет, компрессора никто не качает, баллонов с воздухом нет, ну и так далее. То есть подмешать воздух в топливо практически невозможно. Я задал в конце этого ролика, который я делал, вопрос, а каким образом тогда все-таки пенится топливо? Откуда пена? И мне многие начали писать, вот сеточка какая-то, там что-то еще, там как вот на кране для мытья посуды устанавливается сеточка, и якобы идет уже небольшое вспенивание. Но там вспенивание идет по-другому, там уже смешиваемость с воздухом идет. Но, друзья мои, сегодня я вам расскажу, каким образом это происходит, как они добавляют воздух. Для этого не надо ничего особенного. Все очень просто. Воздух добавляется до насоса. То есть между бочкой, вот на заправке стоит закопанная бочка, емкость, потом идут трубы до колонки, стоит в колонке насос, закачивающий топливо. То есть разрежение создается и закачивает топливо. И после этого идет распределение уже через колонку, то есть заливается в топливные баки автомобилей. Так вот, друзья мои, если, допустим, на вакуумном шланге, на подающем шланге, который идет от бочки непосредственно до колонки распределительной, будет хоть какая-то негерметичность, то вот вам и подсос воздуха. Вот вам и газировка. Если, допустим, представить себе, что это резиновый шланг, хотя может быть у многих это действительно используется какой-то резиновый шланг, допустим, вакуумный, то достаточно, допустим, воткнуть в шланг этот обыкновенную иголку шприца, самого маленького двухкубового шприца, воткнуть иголочку и все, друзья мои. Да, разрежение будет создаваться достаточно для того, чтобы затянуть топливо, но воздух будет поступать через вот это маленькое миниатюрное отверстие или даже выдернуть потом иголочку и воздух будет подсасывать через это уже готовое отверстие. И, конечно же, будет недолив. То есть идти будет уже топливо насыщенное воздухом, через колонку будет проходить топливо с пузырьками, То есть, объем будет увеличенный, соответственно, мотать будет больше Это незаметно Не говорится здесь о том, что, допустим, вам недолили 2 литра, вам недолили 5 литров Нет, здесь могут вам недолить 100 мл, 200 мл, там, 250 мл То есть, такие объемы, которые вы не заметите Просто даже в канистру, если вы залете, вы эту разницу никак не увидите В этом-то и смысл весь Но на общих объемах продаж они получают бешеные деньги именно на недоливе Вот в чем смысл Но вы, конечно, скажете, так там же стоят металлические трубы Которые идут непосредственно с бочки, тянутся и так далее Друзья мои, металлические трубы имеют свои соединения И эти соединения могут быть не очень герметичными Это абсолютно легко делается, даже специально И это абсолютно будет невидимо По той причине, что там идет разрежение Там даже мокреть не будет, потому что только идет засасывание воздуха И все, топливо в обратную сторону не идет Они на нас прекрасно таким образом зарабатывают Совершая вот такой вот минимальный недолив Потому что откровенный недолив Это можно найти, наверное, на каких-то, я не знаю, там периферийных заправках Или каких-то неизвестных брендов Вообще непонятно, где-то там захолустная заправка стоит Там, конечно, вообще непонятно что Но если это что-то серьезная заправка Дурят вот таким вот образом, друзья мои И многие мне пишут после моих видеороликов А что делать, друзья мои? Ну а что тут поделаешь? Ну искать либо другую заправку Либо, ну что, ну смириться Потому что вряд ли вы что-то сможете в данном случае доказать Вот такая вот у нас суровая реальность Так что, друзья мои, надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным Поучительным Если это так, обязательно ставим палец вверх Подписываемся на канал Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Будьте здоровы Задавайте вопросы в комментариях Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok